В наше время новая мощная портативная ПК-игровая консоль выходит чуть ли не каждый месяц. Но были времена, когда портативное игровое устройство было предметом производства пары компаний-мастодонтов видеоигровой индустрии. Nintendo с их геймбоями и разными версиями DS плотно заняли эту нишу еще с 80-х годов прошлого столетия, конца предыдущего тысячелетия. Вытеснили конкурентов в лице Sega с ее Game Gear и Nomad, Atari с их линз и многих других производителей. Но как только компания Sony почувствовала свою силу в игровом направлении с первой PlayStation и затем еще более утвердилась с выходом PlayStation 2, создавая прямого конкурента ТВ-приставкам Nintendo, они решили пойти дальше и попытаться конкурировать еще и в портативном формате. Так, в конце 2004 года, аккурат под рождественские праздники, Sony выпустила PlayStation Portable. Эта портативная приставка просто разорвала рынок и была одним из самых узнаваемых портативных игровых устройств в последующие лет 10 точно. Но сегодня мы будем говорить не о ней, а первый PSP поговорим в другой раз, если тема портативных игровых устройств вам вообще будет интересна. Сегодня я хотел поговорить и обозреть вторую версию портативной PlayStation, а именно PlayStation Vita. Так что наливайте то, что любит и начнем. Но перед этим хочу поблагодарить тех, кто поддерживает мой канал на Boosty, так как без этой поддержки уже не было бы и этого видео в том числе. Большое всем спасибо и отдельное спасибо Андрею, Баттлборгу, Ликвину, Александру Анисимову, Владюли. Если у кого-то из новых зрителей есть желание и возможность поддерживать канал, можете проследовать на мою Boosty страницу по ссылке в описании. Там же на Boosty можете задавать мне любые вопросы по апгрейду и сборке компьютеров, по подбору ноутбуков для разных задач игровых, приставок, смартфонов и планшетов для игр. В общем, если есть что у меня спросить, добро пожаловать на мой Boosty и спасибо всем, кто решил поддержать. Итак, Sony PlayStation Vita или просто PS Vita, как ее принято называть, это портативная игровая консоль Sony, вышедшая в свет через 7 лет после старта PSP, а именно в декабре 2011 года. Надо сказать, благодаря высочайшей популярности первой PSP во всем мире, вторую версию портативной приставки от Sony ждали. Тем более, что за эти 7 лет Nintendo продолжала выпускать все новые и новые версии своей DS, а от второй PSP игроки ждали буквально, как в поговорке, тех же щей, но бущевлей. То есть игрокам нужно было, чтобы портативная приставка получила более толковый дисплей с более высоким разрешением, наконец нормальные стики управления, причем нужно было 2 стика. И конечно мощное железо, чтобы консоль могла выдавать крутой графон, а значит крутые современные игры, а также переиздание культовых игр с PlayStation 2, например, в которые наконец-то можно будет поиграть в портативе. И когда до старта приставки появилась первая информация, практически все эти хотелки игроков подтверждались, кроме одной, собственно, игр. И хотя на старте PSVita линейка представляла из себя 25 тайтлов, среди которых были как эксклюзивные игры, такие как собственный Uncharted, План Побега, Virtual Tennis 4, а также уже на тот момент нашумевшие хиты смартфонов Asphalt Injection и Зомби против растений, игроки в воодушевлении встретили новое поколение приставки ArtSony, портативные приставки имею ввиду. На момент старта Sony сотрудничала больше, чем с 70 компаниями разработчиков и издателей игр, которые занимались разработкой игр для PlayStation Vita. За год и пару месяцев было продано более 4 миллионов PS Vita, Sony предрекали продажи в 16 миллионов уже к концу 2013-го. Но на самом деле весь этот задор быстро сдулся. Sony на этот раз не стала вкладывать деньги в развитие этой платформы, посчитав, что на волне популярности PSP, PS Vita сама будет обретать некий стан разработчиков и аудитории игроков. Ну, мол, приставка PSP была популярна, а значит все сами рванут и будут разрабатывать и покупать PS Vita. Да. Оказалось, что так это не работает. Игроки быстро потеряли энтузиазм к платформе. Политика компании Sony, которая не стала заниматься продвижением, привела к тому, что PlayStation Vita стала пристанищем в основном инди-разработчиков, а также портами каких-то старых игр с предыдущих платформ. И опять же, в основном это были не те игры, которых ждали массы. А все почему? Да потому что к 2013-му году Sony активно занималась подготовкой к запуску своей новой большой консоли PlayStation 4. В этот раз Sony не хотели ударить в грязь лицом, как это было на старте PS3, поэтому все силы были положены именно на PlayStation 4. А PS Vita, только появившись, сразу же была отодвинута на второй план, из которого ее так никто больше и не доставал. К сожалению. Бытует мнение, что низкая популярность консоли была связана с тем, что первая версия PS Vita использовала свои проприетарные карты памяти, которые стоили в несколько раз дороже, чем обычный формат SD-карт. Но на самом деле, так же было и с PSP, но PSP при этом была мега популярной, несмотря на то, что там тоже были проприетарные карты Sony. Также считается, что пользователям не понравилось то, что у PS Vita также свой проприетарный USB кабель, который больше никуда не подходит. Но дело в том, что уже в конце 2013 года вышла 2000 модель, так называемая PS Vita Slim. В ней как раз использовался стандартный на тот момент micro-USB кабель. OLED-экран заменили на более дешевый IPS ради снижения цены, но зато сама консоль стала легче и работать стало на пару часов дольше на одном заряде. Но это никак не помогло продажам. И ведь проблема банально проста. На приставке не во что было играть. Стартовые игры уже все были пройдены вдоль и поперек. Игроки ждали выхода каких-то крупных игр, громких релизов, но ничего за этим так и не последовало. Уже в 2015 году, то есть спустя 4 года после запуска, Sony перестала выпускать игры, отдав приставку на откуп сторонним разработчикам. А в 2018 и вовсе прекратило производство игр на физических носителях, то есть на картриджах. С этого момента игры можно было купить лишь в интернет-магазине Sony, что конечно сразу же не понравилось коллекционерам, да и многим другим игрокам, которые опасались в один момент потерять все купленные игры, ведь их не было на физических носителях. А значит нельзя просто взять, купить картридж, вставить и играть. Для запуска какой-то новой игры обязательно нужно было иметь подключение к интернету, что в случае с портативной версией без 3G, например, конечно же могло быть невозможным в ряде случаев. По сути, 2018 год можно было считать окончательным годом смерти консоли PS Vita, и хоть официально получается она прожила 7 лет, как и PSP, но на самом деле прожила она гораздо меньше, и уже в 2016 году большинство игроков она полностью не интересовала как игровая система. Кто-то говорит, что главной проблемой провала PS Vita стал широко распространившийся мобильный гейминг, ведь у всех теперь смартфоны в кармане с более мощным железом, с кучей игр из Google Play и App Store, и мол кому вообще нужна портативная игровая приставка в кармане, если всегда есть смартфон. Но это полный бред, потому что настоящий геймер никогда не перейдет к игре на сенсорном экране без нормальной тактильной отдачи происходящего, вместо игры на физических кнопках и стиках. Не зря до сих пор для смартфонов продаются всякого рода костыли в виде подключающегося геймпада, который, само собой, не всегда удобно носить с собой в кармане. Провал PS Vita, как я уже сказал, банален. Это отсутствие игр, которые бы продавали консоль игрокам, только и всего. Но самое интересное то, что сейчас, в 2023 году, благодаря труду энтузиастов по всему миру, а также, как ни странно, пиратству, мы с вами можем посмотреть, какой бы могла быть PlayStation Vita, если бы Sony на нее было не наплевать. Для начала давайте обсудим, что там по железу у PS Vita, и могло ли оно быть причиной того, что на эту консоль не вышло достаточно количества годных игр. Итак, главное, это, конечно, процессор, а точнее, система на кристалле. В PlayStation Vita установлен 4-ядерный ARM-процессор на ядрах Cortex-A9, работающий на частоте до 2 ГГц, но на самом деле в PS Vita частота была снижена для экономии заряда. Но, тем не менее, это весьма толковый проц для 2012 года. В то время флагманский смартфон Samsung Galaxy S2 работал также на Cortex-A9, там было всего 2 ядра, а не 4, как PS Vita, и поэтому, по факту, он был слабее. И даже топовый iPhone 4s того же времени, того же года выпуска практически, также работал на процессоре с ядрами Cortex-A9, и их там было тоже всего 2, с частотой 1 ГГц. В общем, по процессорной части, PlayStation Vita уделывал флагманские смартфоны, и своего времени графическая подсистема в PS Vita была PowerVR SGX543. В конкретной версии PlayStation Vita содержалось 4 пиксельных шейдера, то есть это версия MP4, а также 8 блоков текстуризации и 4 блока растеризации. Этот GPU построен по техпроцессу 32 нанометра и при стоковой частоте 200 МГц выдавал производительность примерно 16 ГФ. По меркам больших консолей, это, конечно, был уже достаточно слабый уровень, ведь даже уже в устаревшей на тот момент PlayStation 3, GPU мог выдавать порядка 250 ГФ. Более того, этот GPU во многих аспектах уступает даже GPU PlayStation 2, но в некоторых аспектах превосходит, например, лучше работает с освещением, сглаживанием, и сами шейдеры лучше обрабатывают материалы в играх. Например, если взять сравнение одной и той же игры God of War 2 и сравнить графику PlayStation 2 и PlayStation Vita, мы увидим, что разрешение рендера в Vita значительно ниже, несмотря на то, что сам дисплей у консоли имеет более высокое разрешение, чем как бы предполагается с использованием для PlayStation 2. Но чтобы сильно не резаться об острые пиксели по краям, PS Vita накидывает сглаживание. Правда, низкое разрешение вкупе со сглаживанием приводит к мылу. Но сейчас очень важное оно. Не стоит забывать, что PlayStation Vita это карманное игровое устройство, и на 5-дюймовом дисплее этого мыла попросту вы не увидите. Мы видим с вами сейчас это только тогда, когда смотрим в таком лобовом сравнении, в особенности если смотрим на компьютере. Зато посмотрите, как работает освещение. Присутствует некое подобие глобального затенения, фонарь болтающийся в тумане. Этот туман, как бы свет проходит сквозь частицы тумана, а на PlayStation 2 этого нет, там просто, ну, ореол освещения и все, больше ничего нет. Плюс стоит помнить, что у PlayStation Vita было 512 мегабайт оперативной памяти и 128 мегабайт видеопамяти, в то время как у PlayStation 2 было всего 4 мегабайта, правда, в несколько раз быстрее. В целом, графика для 2012 года была так себе. И на самом деле, к слову, разработана она была в 2009 году, то есть на старте PS Vita ее графическому ядру было уже чуть более двух лет. Но, опять же, если мы посмотрим на Galaxy S2 и iPhone 4s, то обнаружим, что если в Samsung стоит Mali 400, выдающая от 12 до 18 гигафлокс, то есть более-менее конкурирующая с чипом PlayStation Vita, то в iPhone 4s стоит точно такая же графика, как в PlayStation Vita, то есть Edge X543, только вместо четырех вычислительных блоков и шейдеров. Здесь их всего два, то есть по факту iPhone 4s по железу, как по процессорной части, так и по графической, ровно в два раза слабее, чем PlayStation Vita. При этом дисплеи по разрешению PlayStation Vita и iPhone 4s почти одинаковые. Получается, что в iPhone 4s графическое ядро, будучи вдвое слабее, вынуждено обрабатывать картинку в таком же разрешении, что и графика PlayStation Vita. Я думаю, некоторые из вас уже догадались, к чему я вообще так часто упоминаю смартфоны при сравнении PlayStation Vita, но об этом подробнее расскажу чуть дальше. По остальным железкам Vita содержала в себе порт для карт памяти объемом до 64 гигабайт, а также слот под игровой картридж, 3,5 мм миниджек для звука, стереодинамики, Bluetooth 2.1, Wi-Fi модуль и в некоторых версиях еще 3G модуль для подключения к интернету с установленной сим-картой. Работало это все от батареи емкостью 2210 мАч, чего хватало примерно на 3,5 часа игры или около 9 часов прослушивания музыки. Конечно же, если бы в этом поколении Sony снова пришла к оптическому приводу, как это было в PSP, то время автономной работы было бы гораздо ниже, так что переход на картриджи и цифровую дистрибуцию были сделаны в целом верно. Еще из интересного, наконец-то появилось 2 стика, теперь можно нормально играть в трехмерные шутеры и игры от первого лица и от третьего тоже, без тракторного этого управления, как это было в PSP. Но более того, это не просто 2 грибка ползунка, как было в PSP, они стали именно стиками, почти такими же, как на больших нормальных геймпадах. Да, конечно, они меньшего размера, но я заявляю, что это отличные удобные стики, которыми приятно пользоваться даже сейчас. Единственный их минус – это отсутствие нажатия, что в некоторых играх было бы полезно. Также из органов управления теперь имеется полностью сенсорный 5-дюймовый дисплей, причем не абы какой, а OLED-дисплей, который на Switch, например, появился только пару лет назад, аж спустя 10 лет после PS Vita, где был такой же тип дисплея. Так вот, дисплей Vita поддерживает мультитач, а также с обратной стороны появился 5-дюймовый тачпад, тоже с поддержкой мультитач. Эта штука могла использоваться в играх, например, в шутерах от первого лица, с помощью которого можно было более точно прицеливаться, чем пытаться целиться стиком, например. Также был установлен трехосный электронный компас и так называемая система Six-Axis – это управление в пространстве с помощью датчика движения, как в контроллерах PS3. Собственно, подобные штуки в то время были и во всяких флагманских смартфонах. Сколько было часов потрачено на прохождение игр на смартфоне, где нужно было с помощью датчика движения гонять шары? Я не про то, о чем вы подумали, я про то, что нужно было в игре шарик прокатывать по лабиринтам и загонять в лунки. Также PS Vita несла на борту две простенькие камеры – фронтальную и заднюю, с разрешением 0.3 Мп каждая. Нужны были эти камеры в основном для скайпа, так как на старте PS Vita Sony делали немалый упор на то, что с помощью PS Vita вы сможете разговаривать по скайпу. Правда, кому это было нужно, когда в то время у каждого смартфона или компьютера стоял скайп, не особо ясно. Тем более, что даже камеры основные, которые использовались в PS Vita, нормально не могли ни фоткать, ни снимать видео. Ведь камеры там были как в древних кнопочных телефонах, а в играх практически это нигде тоже не использовалось. Из прочих возможностей позднее появилась функция Remote Play, то есть дистанционное управление игрой. К примеру, у тебя где-то в какой-то комнате стоит PlayStation 3 или позднее PlayStation 4, и там, например, либо телек занят, либо ты хочешь поиграть в игры лежа на диване. Вот ты мог подключить PS Vita в качестве удаленного монитора и игрового контроллера одновременно. И играть. Кстати, примерно в то же время Nintendo сделала почти то же самое со своей Nintendo Wii U, где также прямо в геймпад был встроен дисплей, на котором можно было играть без подключения к телевизору. PlayStation Vita имела полную совместимость с играми от PlayStation Portable, а также с играми от PS1. Собственно говоря, многие Vita покупали только лишь из-за этой совместимости. Но в 2012 году, когда консоль набирала популярность, игроки недоумевали, почему нет поддержки обратной совместимости с играми от PS2. Ведь это то, чего все так ждали. Тем более, что уже к тому моменту даже PlayStation 3 была на последнем году своей жизни. То есть к тому моменту PlayStation 2 уже была вообще древней консолью, которая особо никому была не нужна, но ее игры хотели бы поиграть в портативе. Такая вот странность. Еще из странности было то, что Sony продолжили полностью игнорировать совершенно неудобное расположение стиков в своих контроллерах и приставках. Еще со времен PSP люди жаловались на то, что затекает палец и вся кисть из-за того, что стик расположен где-то далеко внизу. И получается, что вся ладонь полностью на весу, а большой палец нужно было выгибать вниз и держать его в напряжении под 90 градусов, чтобы играть. Это дико неудобно. Но если на геймпадах у Sony хотя бы есть рукоятки, я имею ввиду у больших геймпадов PlayStation, за которые ты держишься остальными пальцами, то в случае с PSP и PS Vita таких рукояток нет. Но руки интуитивно пытаются схватиться за воздух. Кисти натурально сводят. Только теперь уже сразу обе. Потому как стика здесь два и вы как бы ими пользуетесь в играх. Вот просто почему нельзя было расположить стики сверху? Что в этом сложно? Ну в принципе понятно почему. Просто потому что Sony не хотела уходить от своей концепции расположения всех органов управления как на геймпаде. Но благо китайские ребята подсуетились и создали несколько чехлов грипов так называемых для более удобного охвата этой приставки. У меня вот такой один есть например. Саму консоль мы изучили. Про железо все поняли. И главное что мы запомнили это то, что по железу консоль вдвое обходит флагманский iPhone 4s того же времени. А это значит, что мобильный гейминг на смартфонах ну никак не мог бы быть причиной провала консоли. Так как топовые смартфоны были далеко не у всех, а более слабые модели имели еще гораздо более слабое железо, чем у топовых, которые вдвое отставали от PS Vita. Кстати, летом 2013 года вышел офигенный Fly IQ451. Не смейтесь, это действительно был классный телефон. У которого железки были примерно на уровне PS Vita, только оперативки было уже гигабайт. А разрешение экрана было 1280 на 720. Более того, этот смартфон у меня по сей день есть, и он до сих пор работает. А ему уже 10 лет. Так-то. На нем я играл в GTA San Andreas Max Payne Real Racing 3 с кастомными настройками графики, так как стоковый он уже не особо тянул. Например, отражение нужно было выключать через специальное приложение. Ну так о чем я? А, ну да, с железом у PS Vita был полный порядок. Это все, что стоит знать. Как вы уже поняли, даже в моем Fly отлично работали игры GTA 3, Vice City и San Andreas. Более того, даже на том самом iPhone 4s вышли эти игры. И вот тут-то стало ясно, что Sony полностью забили на свою приставку. Пока на смартфонах выходили такие крутые хитовые игры с PlayStation 2 и ПК, на PS Vita не было ни одной собственной GTA, чтобы вы понимали. Ни одной части. И даже перезапуска этих частей тоже не было, хотя железо позволяло, как вы уже понимаете. Вместо этого мы могли всего лишь поиграть в GTA серии Stories с PlayStation Portable. Они, конечно, имеют гораздо более простой и не такой интересный сюжет, чем большие части. У них урезана графика и вообще смотрятся они похуже. А на смартфонах люди могли играть в San Andreas или Vice City, в которые они рубились буквально 3-4 года назад на своих ПК. А тут на телефоне эти же самые игры. Да ладно, GTA, что уж там говорить. Даже собственного гран-туризма нет на PlayStation Vita. На Portable и то есть, то есть на PSP есть полноценная своя собственная гран-туризма. Могли бы хотя бы перевыпустить какой-нибудь, я не знаю, гран-туризма 4, например, с PlayStation 2 на Vita. Почему бы и нет? Но нет никаких вот таких толковых игр, из-за которых покупали в первую очередь большие консоли PlayStation. Например, PlayStation 2 покупали в первую очередь из-за того, что там вышла GTA 3, GTA Vice City и GTA San Andreas. Как бы мне там кто что не говорил, но эти игры очень сильно популяризировали консоль. Именно поэтому она самая продаваемая в мире вообще была. То есть эти игры по-любому надо было выпускать на Vita. Это популярные игры, которые во всем мире как бы известны. Люди хотели бы в них поиграть в портативном режиме. В том числе GTA Vice City Stories, например. Пусть это не полноценная, скажем так, небольшая игра, более урезанная. Но тем не менее, она вот достаточно сильно популяризировала, например, PSP предыдущую. И гран-туризма тоже. То есть гран-туризма, вышедший на PSP, это была просто шедевральная игра для любителей симуляторов, ну автосимуляторов. Это офигенная игра. Почему бы было не сделать на Vita свой гран-туризма, ну или как я уже сказал, переупустить какой-нибудь хотя бы из прошлых частей. Гран-туризма 4 отличный вариант был бы. Или тот же HD, который выходил на PS3. Пусть бы в урезанном каком-то виде по графике, ну пусть бы вышел тоже. Но нет, Sony насрать. Понятное дело, что многие игроки осознали, что Sony их кидает на игры, я имею ввиду, и забивает болт на саму PlayStation Vita. С этого момента продажи пошли вниз. И именно из-за этого многие заговорили о том, что, мол, все, люди теперь играют только на смартфонах и импортативные приставки не нужны. Да нет, уважаемые маркетологи. Люди играли на смартфонах, потому что вы не удосужились выпускать эти же игры на свою приставку в одно и то же время. Если бы у людей был выбор, где поиграть в GTA или там Max Payne на дурацком сенсорном экране или на нормальном кнопочном управлении со стиками PlayStation Vita, большинство игроков выбрало бы Vita, но там нормальные игры перестали выходить, вот и все. Смартфоны тут ни при чем. Масса людей остались один на один со своей Vita, с которой непонятно вообще, что было делать дальше. В 2015 году, когда Sony прекратила разработку игр от своих студий на Vita, стало ясно, что это конец консоли. В это время активно стали включаться программисты. Первым делом приставку взломали. В первую очередь, это делалось не для того, чтобы запускать игры, скачанные нелегально с торрентов. Нет, ведь там и скачивать-то особо нечего было. Игр-то не было. В первую очередь, пиратство и взлом приставки был нацелен на то, чтобы запустить на консоли разного рода хоумбрю приложения и игры, которые люди пытались писать сами, либо портировать с других платформ, раз Sony не хочет делать это сама. Но это также не имело особого успеха. Большинство игроков, накушавшись несколькими пиратскими эксклюзивами PS Vita, забрасывали ее в долгий пыльный угол. Но все изменилось в 2020 году, в самый разгар ковидла. Моддер под ником Иринни Гатаманты опубликовал новости о том, что разрабатывает порт игры GTA 3 на PS Vita. И его уже может опробовать каждый желающий, просто скачав с его страницы на гитхабе. Надо ли говорить, как это взбодрило владельцев Vita, находящихся на самоизоляции. Даже я именно тогда вспомнил, что у меня тоже есть PS Vita. Правда, скажу честно, GTA 3 это конечно хорошо, но я никогда не был особым фанатом. Я сидел и ждал, когда выйдет Vice City и San Andreas. Ведь стало ясно, что если портировали третью часть, значит будут и эти две, потому что они практически на одном и том же движке созданы. Там у San Andreas есть снимовка отличия, но по факту это один и тот же движок, просто с разным сюжетом, с разными модельками. И да, так и оказалось, уже через несколько месяцев, в начале 2021 года выпустили фанатский порт Vice City и San Andreas одновременно. С полным русским меню, кстати говоря, таким же, как в официальных портах на Android и iOS. Ну разве это не круто? Это просто супер, так как играть на смартфоне, проходя сюжет на сенсорном экране, я так и не осилю. А тут перед сном можно просто залипнуть на полчасика и пройти пару миссий. Ну шикарно же. Дальше больше. Ровно в то же время, хакеры под никами FGS, FDS и TheFlow выпустили порт игры Max Payne на PS Vita. И я уже было даже подумал, что стоп, 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 подождите, дайте нам хотя бы GTA сначала пройти. Но нет, модеры не остановились. Все тот же TheFlow выпустил порт игры Bulli на PS Vita уже в середине того же 2021 года. И нет, вам не показалось. На дворе 2021 год уже 5 лет существует Nintendo Switch, который, к слову, не помешали. Никакие смартфоны тоже, чтобы стать популярной, что еще раз подтверждает бредовость идей о том, что, мол, PS Vita сгубил мобильный гейминг. Так вот, модеры тем временем занимаются разработкой портов игр на консоль, которой уже на тот момент 10 лет. Я думаю, что им, как и многим другим игрокам, было обидно, что Sony забросили такую классную платформу. Модеры пытаются показать, какой Vita должна была выйти и какие игры на нее должны были выпустить, чтобы платформа была популярна. Вот только представьте, если бы в 2012-13 годах на Vita вышли официальные порты трилогии GTA, в то же время, когда они выходили на смартфоны. Еще до того, как это стало мейнстримом на Switch'е, или тот же Max Payne, например, или какие-то другие порты популярных игр времен PS2, я имею в виду. Например, Первая Мафия, Max Payne 1.2, какой-нибудь Tess Morrowind, Первый Red Faction какой-нибудь, например. Half-Life, в конце концов. Полно игр, хитов начала 2000-х, которые технически могли бы заработать на Vita, если бы Sony было не насрать. Надо ли говорить, что даже Cuphead, хитовый платформер 2017-го года, официально не вышел на Vita, хотя в то время Sony еще не объявляла о прекращении поддержки консолей. И железо Vita поддерживало бы эту игру, то есть оно бы справилось с этой игрой без проблем. Вот теперь энтузиасты пытаются и портировать и ее. Ранний билд также вышел еще весной 2021-го года, и когда эта игра вышла на Switch, все кричали, что это один из лучших платформеров, в который вы можете поиграть на Switch'е в 2017-м году. Так вот, прикол в том, что она также могла бы официально выйти на PS Vita, если бы Sony было не насрать, в который раз повторяю. Взлом консоли, помимо запуска кучи игр, которые официально не выходили на Vita, также позволяет сэкономить денег на памяти устройства. Официальные проприетарные карты памяти стоят просто космически дорого. Так, например, карта памяти, самая большая вообще и существующая для Vita, 64 гигабайта, стоит порядка 3500 рублей. И то это я нашел самую-самую дешевую, обычно там 4 и больше. Вместо этого, благодаря взлому консоли, можно купить специальный переходник, который устанавливается в слот для картриджа, именно картриджа, а не карты памяти. А уже в этот переходник можно установить microSD карту памяти, там хоть на 256 гигабайт. Но вот именно для того, чтобы консоль видела эту карту памяти именно как карту памяти, а не как непонятный какой-то картридж, как раз и нужна модифицированная прошивка, внутри которой можно устанавливать всякие полезные плагины, в том числе тот, который позволяет использовать слот картриджа как слот карты памяти. И уже на эту карту потом можно устанавливать игры. Очень полезная штука. К слову, в описании к этому видео я оставил ссылки на полезные штуки для Vita, там и удобный держатель, который я использую, адаптер для карты памяти и сама карта памяти. В общем, загляните в описании, если у вас есть Vita, может быть что-то полезное вам пригодится. Эх, в общем, обидно, что такую весьма толковую платформу закопали сами же создатели. Аки Тарас Бульбо, своего сынка. Я тебя породил. Я тебя и убью. Ну давайте не будем о грустном, давайте лучше поговорим о том, во что вообще сейчас стоит поиграть, если у вас есть PlayStation Vita. В этом блоке я буду говорить как об официальных релизах, так и о фанатских портах. Просто пробежимся по основным играм, в которые я могу порекомендовать вам поиграть. Итак, начать хочу с файтинга. Mortal Kombat Complete Edition. Это файтинг, официально вышедший на Vita в 2012 году, то есть через год после выхода этой же самой игры на большие консоли и ПК. Конечно, возможности PS Vita, как мы с вами уже выяснили сегодня, достаточно ограничены. Но тем не менее, разработчики умудрились запихнуть игру седьмого консольного поколения PlayStation 3 и Xbox 360 в PlayStation Vita. Да, конечно, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что игра идет в достаточно низком разрешении, детализации моделей и текстур просто убиты в ноль. Но мы играем на 5-дюймовом дисплее, на котором не так уж сильно и видно все эти косяки оптимизации. Зато игра идет на Vita в настоящих 60 FPS. Игра работает на Unreal Engine 3, если что. А помните недавний релиз Mortal Kombat 1? Все уже успели ужаснуться, какая эта игра вышла на Nintendo Switch. Если не видели, то просто посмотрите на этот ужас. И при этом игра еще и работает только в 30 FPS. А выглядит даже хуже, чем Mortal Kombat 2011 года, тот самый с PS Vita. В общем, однозначно в МК стоит поиграть на Vita. Он очень даже неплохой, динамичный. То есть все основные фишки, все есть. Это полностью большая игра Mortal Kombat Complete Edition, только с урезанной графикой и засунутой в PS Vita. Конечно же, нельзя пройти мимо Killzone Mercenary. Это эксклюзивная часть Killzone для PS Vita. Игра работает на том же движке, что и Killzone 3, вышедшей на PS Vita. Но, конечно, для портативной игры сильно упростили графику. Снизили разрешение, детализацию и так далее. Но, тем не менее, это одна из лучших игр, как минимум, в плане графики для PS Vita. Здесь используются все фишки управления Vita, в том числе задняя сенсорная панель. В общем, поиграть однозначно стоит. Borderlands 2, еще одна игра на Unreal Engine 3. Она вышла много, где и на ПК, и на Xbox 360, на PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nvidia Shield даже вышла. И вот на Vita тоже она вышла официально. Это еще одна игра AAA стандарта, которая смогла уместиться и заработать на железе PS Vita. Были также официальные релизы многих пиксельных хитовых игр. Например, Hotline Miami 2 части, Terraria, Stardew Valley, Steam World Geek 2 части и даже Minecraft. Все это отличные игры, позволяющие приятно провести часок лежа на диване. Также официально выходила Limbo, Resident Evil Revelations 2, тоже, кстати, рекомендую. Ну и для любителей гонок можно поиграть в перезапуск NFS Most Wanted 2012 года. И, конечно, пройдемся по портам, которые выпускали фанаты моддеры. Про трилогию GTA Bulli и Max Payne я уже сказал, поэтому идем дальше. Портировали Dead Space Mobile со смартфонов и на Vita игра идет вполне хорошо. Играть в нее на физических кнопках управления гораздо удобнее, чем на сенсорном экране. Хотя, конечно, сама игра, ну так себе, играть или нет, это уже сами решите. Зато однозначно стоит поиграть в три части Quake. Это вполне годные игры даже спустя пару десятилетий с момента их выхода. Ну а если вы любите футбол, то фанаты сделали неофициальный порт FIFA 21. Думаю, FIFA стоит поиграть. И, конечно, несмотря на то, что, например, в тот же Diablo или Warcraft 2 можно поиграть просто по обратной совместимости с PlayStation 1, тем не менее, для Vita есть порты, запускающие эти игры нативно. Хотя, конечно, в играх на PS1, в этих вот двух, как минимум, получше звуки и музыка. Я помню, они были лучше, чем на ПК-версии. Также в 2019 году вышел порт игры Transport Tycoon Deluxe. Ну и, точнее, ее open-source версия OpenTTD. Я, честно говоря, не пробовал играть в это на Vita, не знаю, как там с управлением. Но если оно там сенсорное, как на смартфонах, то играть будет сложновато. Хотя игра офигенная всем любителям экономических стратегий, строго обязательно к ознакомлению, если вдруг вы ее пропустили. This War of Mine, игра, которая неплохо выстрелила в 2015 году. Это игра про выживание в городе, охваченном войной. Мы играем за обычных жителей, которые хотят просто как-то выжить. И если для ПК игра выглядит как-то скучновато, у меня, кстати, на канале был ее обзор, да и управление с клавой мышью не очень интересное, то вот на PS Vita в такой играть прямо вот самое оно. Короче говоря, перечислять не перечислить. Там просто куча фанатских портов, культовых игр, там и Fallout 2, и Фаренгейт, Red Alert и многое другое. Дошло до того, что даже вышла программа, по сути, нелегальный магазин игр. Вы можете прямо из него устанавливать игры на PS Vita. То есть вы устанавливаете себе эту программу и прямо из нее скачиваете игры при наличии у вас подключения к интернету. Ну и, конечно же, на Vita существует куча эмуляторов старых консолей, включая там эмулятор PSP, кстати говоря. Думаю, это было бы и так очевидно, потому что подобные эмуляторы были и на самой PSP. Также еще была TV-версия консоли PS Vita. Она называлась просто PlayStation TV. По сути, это PS Vita без экрана и контроллера. То есть просто коробочка, которая подключается к телевизору, и для управления в играх к ней нужно было подключить геймпад DualShock. Штука эта вышла крайне странная, так как игры с PS Vita на большом телевизоре выглядели так себе. Ведь в то время уже вышла PlayStation 4. Конечно, были люди, кто эту ерунду зачем-то покупал. Хотя на самом деле в то же время можно было купить какой-то обычный ПК, который также можно было бы подключить к телевизору. Взять геймпад и играть уже в игры, которые значительно превосходят игры PlayStation Vita как по графике, так и по масштабности и так далее. К примеру, комп на сокете FM, в котором установлен какой-нибудь простой AMD A6 трехъядерный, и у него там была бы встроенная графика, которая не уступала бы встроенной графике Xbox 360. И такой комп выходил бы примерно в те же 150 долларов, что и PlayStation TV. Поэтому кому и зачем была нужна эта хрень, мне лично непонятно. Собственно, она особо никому и не была нужна, так как в продажах она тоже провалилась. Хотя в первые дни там были довольно-таки высокие у нее позиции продаж, но потом быстро все это сошло на нет. К тому же там был бред, что многие игры от PlayStation Vita не запускались на PS TV. Из-за программных ограничений, связанных с тем, что игры завязаны на сенсорное управление, которое не могла предложить TV-версия. Потому что у нее не было вот этого заднего тачпада, который был на PlayStation Vita. А самый прикол в том, что даже Netflix не работал. Это TV-приставка, подключаемая к TV, и на ней не работал Netflix. Хотя на самой Vita он работал. Благо, хакеры взломали потому и эту приставку, и вернули все возможности PlayStation Vita, какие только было вообще возможно. Включая тот самый Netflix, который наиболее понятен в случае с консолью, подключаемой к телевизору. И, к слову, даже само меню у этой PlayStation TV было один в один как на карманной Vita. То есть огромные эти шарики, пузырьки эти на весь экран телевизора показывали. Зачем, почему нельзя было для TV-версии сделать отдельную прошивку какую-то, тоже непонятно. Видимо, просто лень. У них, видимо, осталась куча железа, не использованного для портативных консолей. Они решили их просто позапихивать в обычные коробочки и выпустить в качестве отдельной консоли. Других объяснений я не вижу. Ну что, пора подводить итоги. PlayStation Vita во время выхода имела офигенный дисплей. Отличные органы управления, которые без труда пережили 12 лет, во всяком случае с моей Vita. Приятные материалы корпуса, весьма неплохое железо, но по сути проводилось в продажах по меркам Sony. И все из-за самой же Sony. Энтузиасты во время ковида возродили Vita, выпуская на нее порты отличных хитовых игр с разных платформ. Но одними модерами энтузиастами сыт не будешь, как понимаете. Сейчас PS Vita на каком-нибудь Avita продают минимум за 9-10 тысяч рублей. Причем зачастую вообще без ничего, даже без зарядного кабеля. А он там в первой версии, как мы помним, проприетарный, то есть свой собственный. Его еще надо поискать. Ну на Алике, конечно же, он есть, но это неудобно. Лучше бы, чтобы он был в комплекте, конечно. Стоит ли сейчас вообще покупать Vita за такие деньги? Стоит только в том случае, если вы коллекционер. У вас куча разных других портативок и в коллекции не хватает Vita. Или вы, например, собираете все PlayStation от первой до пятой. И вам нужны, чтобы были все комплекты, включая портативки все и так далее. Если вы хотите просто поиграть, то нет, таких денег она, конечно же, не стоит. Еще в ролике про мобильный гейминг я вам предлагал вариант покупки смартфона БУ или рефаба какого-нибудь на Snapdragon 845 или 855. На них также будет офигенный дисплей. Будет офигеннейшее железо, которое в несколько раз уделывает железо PS Vita. Соответственно, все игры, которые тянет PS Vita, эти смартфоны точно потянут. Плюс еще будут свои новые игры, которые не выходят на PS Vita. Даже в портированном виде они туда просто не смогут выйти. Более того, на Android немало, на самом деле, своей годноты, которая просто не сможет выйти даже на Vita с помощью энтузиастов. Это просто связано с тем, что версии движков, над которыми сейчас работают разработчики, к примеру, великолепная Huntdown игра, она не сможет выйти на Vita, потому что Huntdown работает на более новом движке Unity, который не поддерживается PlayStation Vita. Ей нужен Unity более старых версий, но для того, чтобы, например, этот же Huntdown портировать на Vita, нужно, чтобы кто-то раздобыл полностью весь исходный код игры, который энтузиасты смогли бы компилировать на старой версии движка. Тогда игра бы заработала, но это очень вряд ли получится. И я слышу, что кто-то уже мне кричит, что «Ну ты же сам говорил, что играть на сенсорном экране – это отвратительный игровой опыт». Да, так и есть. Но для смартфонов полны-полно пристегивающихся геймпадов разного формата и разного удобства. С разными функциональными клавишами, там, стиками и так далее. Ссылки на смартфоны, которые отлично годятся для игр, а также на контроллеры, которые я могу рекомендовать, оставил в описании. То есть, если вы вдруг берете устройство только для того, чтобы на нем играть, то есть, вы, например, хотели купить PlaySuite просто для игр, то купите просто так же отдельный смартфон для игр. Не тот, который вы постоянно будете с собой таскать и, ну, звонить с него, а просто в качестве игрового устройства купите смартфон. Естественно, я не предлагаю вам покупать смартфон, какой-то там рефап в качестве вашего основного. Зачем оно вам надо? Вы же PlayStation Vita не покупали бы в качестве телефона? Вот так и здесь, как бы, подойдите с умом к этому вопросу. Вы можете за те же деньги, что сейчас стоит бы у PlayStation Vita, купить офигенный телефон с офигенным экраном, с офигенным железом, пристегнуть к нему геймпад и просто использовать его в качестве только лишь игрового устройства, ничего больше другого на нем не делая. Это будет отличное устройство, которое уделает Vita по всем стандартам, по всем параметрам. После PlayStation Vita и ее провала, Sony полностью свернули свою деятельность на портативном игровом поприще. Вместо этого сейчас, в 2023 году, Sony анонсировали совершенно идиотскую байду а-ля контроллер Nintendo Wii U, который представляет из себя, пусть и удобный для хвата, но совершенно глупо выглядящий геймпад DualSense, распиленный напополам, со вклеенным дисплеем посередине. И ладно бы дизайн, еще его как-то можно было бы принять, но если бы это была игровая консоль? Но нет, это всего лишь, как я сказал, простой игровой контроллер, который сам по себе не работает. Это просто дистанционное управление и дисплей для PlayStation 5. И эта приблуда стоит гребаных 200 баксов! Каким нужно быть идиотом, чтобы купить сраный геймпад с экраном по цене более-менее какой-то игровой консоли? Вы можете за 200 баксов просто купить себе Nintendo Switch на БО рынке и играть себе спокойно. А если у вас есть еще просто 100 баксов сверху, вы просто купите Xbox Series S, и у вас будет вторая офигенная консоль для, например, игр по геймпассу. То есть у вас есть PlayStation 5, вы покупаете еще Series S для того, чтобы играть в игры из геймпасса, которых нет, например, в PlayStation 5. И все, и у вас офигенный набор как бы. Нахрен вам этот сраный джойстик с дисплеем? Кстати, если что, большущий обзор Xbox Series S есть у меня на канале. Там уже около полумиллиона просмотров и строго положительные отзывы людей. То есть это действительно получился очень годный ролик. Если вы ничего не знаете про Xbox Series S или хотите полностью в одном ролике всю информацию получить, вот мой обзор можете посмотреть. Помимо этой ерунды, Sony также продает свои смартфоны, вытянутые до невозможности, как из тех самых мемов про iPhone X во времена выхода iPhone 5. Помните, такие были? Как меч джедайский телефон такой вытянутый был. Вот это сейчас Sony такое делает. Так вот, для игр Sony предлагает пристегивать к этому смартфону огромный чехол, в котором спрятали интернет-порт. И, кстати, пожалуйста, перестаньте называть этот порт словом Ethernet или Ethernet. Это интернет-порт, не Ethernet. Учитесь произносить слова правильно. Реально уши режут, когда даже на так называемых техноканалах говорят Ethernet и приучивают других к этому идиотству. Сначала 2К разрешение выдумали, теперь еще Ethernet, блин. Ethernet-порт. Ну что-то я отвлекся. В общем, в нем есть Ethernet-порт для подключения проводного интернета к смартфону, проброс USB-порта типа C, ведь сам этот чехол также пристегивается именно через USB-C к смартфону, а также выход 3,5 мм для аудио. И даже полноценный полноразмерный HDMI для подключения смартфона к телевизору или монитору. Помимо этого, чехол еще служит средством охлаждения, причем не только корпуса, но и экрана. Там есть специальные воздухозводы, которые обдувают дисплей. Но по факту никаких физических кнопок управления эта хрень не предлагает. Поэтому проходим мимо, не задерживаемся никакой заменой портативных игровых консолей эта хрень не является. Это обычный смартфон на дурацком сенсорном управлении, просто в топку. Лучше бы действительно Sony придумали какой-то пристегивающийся геймпад к смартфону, который был бы такой же удобный, как какой-нибудь там DualShock 4 или DualSense этот же, например, но для нормального управления играми на смартфонах, чем вот этот просто какой-то хренатень с охлаждением и кучей портов. Ну и теперь вы уже поняли, что вопреки глупым пророчествам Sony, что, мол, портативки никому не нужны, когда есть смартфоны, портативные игровые устройства продолжают выходить все новые и новые. Тут и Nintendo Switch, и чуть ранее Nvidia Shield была. Куча китайских стартапов, среди которых долгое время был лидером GPD, далее Aya Neo и, наконец-то, сам Steam Deck, пожалуй, лучшее портативное устройство для игр и не только. Правда, конечно, стоит отметить, что все эти перечисленные устройства минимум в полтора раза больше, чем PlayStation Vita, что для многих может быть критичным для ношения с собой. Спасибо вот этим ребятам за поддержку моего канала подпиской на Boosty. Именно благодаря им я выпустил этот большущий ролик. Отдельное спасибо Андрею, Баттлборгу, Ликвину, Александру Анисиму, Владюле. Если вы также хотите поддерживать канал, смотреть эксклюзивные ролики, а также, если вы хотите пообщаться в нашем закрытом Дискорде, то подписывайтесь на мой Boosty. Ссылка есть в описании. Там же на Boosty можете задавать мне свои вопросы по компьютерам, приставкам, смартфонам. В общем, любые вопросы, на которые вам нужны именно мои ответы. Ну а у меня на этом все равно.